Всем привет! Это моё первое видео на канале. Здесь я буду рассказывать о работе в Европе. Я уже около года работаю в Литве, работал ещё в Польше, работаю сварщиком. Буду рассказывать о том, как устроиться на работу в Европу, как устроиться так, чтобы не обманули, то есть как оформлять документы и все эти нюансы. Я сам из Беларуси в плане того же трудоустройства в Европу. Это не сложно, но существует множество факторов, на которые стоит обратить внимание. В основном набирают рабочих, это специальные агентства, то есть они занимаются этими всеми вопросами. Существует множество сайтов по поиску работы. Лично мой опыт говорит о том, что на таких сайтах найти как хорошую вакансию это будет сложновато, потому что встречается очень много, скажем так, всякой шляпы, вот, где тебе придется, не знаю, там, въёбывать 24 на 7 за минимальную плату. Естественно, тебе об этом говорить не будут. Вот. А распишут всё максимально ярко и красиво. Первый раз, когда я выехал в Европу, это было в 20 лет, заселили в подвал. Ну, то есть подвал называется хостел. Вот. Там жили с улитками, с крысами, ну, то есть мыши были. Вот. Короче, ужасные условия. Платили тоже мало. Вот. И там была огромная текучка. Ну, то есть главная цель это была, то есть сделать документы. У меня была поиска визы. На тот момент я, то есть в Литве ещё работал. Вот. Через такие фирмы можно просто, то есть делать документы и ехать куда-нибудь работать дальше. Или можно подождать, там, оформить вид на жительство, и у тебя, в принципе, открыто всё. Там, считай, вся Европа. Даже если сделать литовский вид на жительство, есть хорошие. Хорошие фирмы, которые, то есть отправляют, там, Швецию, Финляндию, Голландию. Вот. То, что я нашёл, тоже хорошую фирму. Поеду сварщиком в Голландию алюминий варить. Работу также можно совмещать и путешествовать. Вот, например, в чём разница работать через вот эти конторы или, там, не сказать, работодатели напрямую на то же самое предприятие. Ты всё время будешь привязан к одному месту. Ну, то есть, если это напрямую на предприятии, будешь всё время привязан к одному месту. То есть, ну, это да, это стабильность. Ну, это смотря, какие у кого приоритеты. Вот. Да, зарплата ещё, кстати, будет меньше, и тебе придётся ещё снимать тебе жильё. Но я не думаю, что это кому-то будет всё-таки интересно. Поэтому лучше всего через вот эти конторы работать. Там оплата будет больше, и жильё тебе снимают. Иногда общаги, иногда хостелы. То есть, сейчас я в Элитусе работаю временно. Вот. Нам... То есть, отель сняли. Ну, отель, который отель. Вот. В комнате, там, три человека. Ну, в принципе, неплохие условия, но всё же. Отправляют, то есть, тоже работать в разные страны. Естественно, если ты будешь работать, там, в Прибалтике, будешь получать, не знаю, там, семь-восемь евро в час. Работая в, например, там, во Франции или Германии, в основном, в основном, это одиннадцать евро в час. Это на судоремонтах такая ставка. Вот. Но... Вот, например, если алюминий, то плюс два евро к оплате. Ну, то есть, это со старта. То есть, я думаю, пойдёт. Тем более, алюминий там, чтобы его варить, нужны условия. То есть, чистота. Вот. Поэтому всё же я выбрал алюминий. Нет, мне, конечно, предлагали или во Франции суда варить, или алюминий. Естественно, я выберу алюминий, потому что, говорят, что варить суда, это такая, как самая-самая ебливая работа. То есть, адская. Где ты, например, каску одел... ой, сварочную маску одел, и только в конце смены её поднял. То есть, зачем это нужно, когда у тебя ещё есть и выбор. Вот. Ну, и там, естественно, и платить чуть меньше. И сами условия. Вот. Ну, то есть, командировка. Два месяца работаешь, две недели отдыхаешь. Тем более, отправляют в разные страны. Покатался. Посмотрел. Посмотрел мир. Ой, какой мир, блядь, Европу. Посмотрел Европу. За билеты. Билеты фирма плачивает. Так что, работай, зарабатывай, катайся, смотри. Тем более, в Европе есть на что посмотреть. Особенно Париж мне очень сильно понравился. Там очень красиво. Ну так. Субтитры сделалD Продолжение следует...